Здравствуйте, я преподаватель кафедры дошкольного и начального образования, кандидат педагогических наук, доцент Байжанова Сауля Скорбековна. Дисциплина, которую я сегодня представлю, это организация праздников, воспитательных мероприятий, дошкольных организациях в детском саду. Тема лекции, понятия и сущность детского праздника, вида и значения, развлечения. Праздник с древнейших времён является неотъемлемым элементом культуры. Он всегда был значимым событием для общества и каждого индивида, как уникальная форма эмоционально-символического выражения их ценностно-нормативных установок. Особый вид игровой деятельности человека, посредством которого он выражает своё эмоционально-эстетическое отношение к наиболее значимым общественным экзистенциональным смыслам и ценностям, творчески объективируя это отношение в символических атрибутах и формах поведения. Термин «праздник» часто употребляется для характеристики эмоциональных состояний. Праздник чувств, эмоций, души, сердца. С праздником ассоциируется чувство приятного, радостного. Детский праздник – важная часть жизни ребёнка. Это радостное событие, которое позволяет расслабиться, встряхнуться, забыться, а порой и просто отдохнуть от будней. И уже почти афоризмом стали слова «без праздников не бывает детства». Праздники духовно обогащают ребёнка, расширяют его знания об окружающем мире, помогают восстанавливать старые и добрые традиции, объединяют и побуждают к творчеству. Праздник раскрывает богатейшие возможности всестороннего развития личности ребёнка. В любом празднике присутствуют разнообразные виды искусства – литература, музыка, живопись, театр, пантомима. Таким образом, праздник является синтезом практически всех видов искусств, а широкое использование их средств в работе с детьми позволяет расширить кругозор, сформировать взгляды и нормы поведения ребёнка, развить его творческие способности в разнообразных видах деятельности, проявляются наклонности, формируются определённые умения и навыки. На праздники дети не только говорят, но танцуют, поют, рисуют. То есть художественное содержание праздника воплощается в музыке, в песне, в стихах, в народных сказках, пословицках и поговорках, заложенной с одной стороны нравственной заповеди, с другой – разнообразные советы, наставления, правила поведения, будни и праздники. Художественно-педагогическая значимость и событийность праздника характеризуются достаточно определёнными близкими детям и взрослым общими признаками, такими как абсолютная добровольность участия и согласие со всеми обязательными и условными правилами досуговой деятельности того или иного праздника, свободный выбор детьми разнообразных сюжетов, ролей, положений, поведения праздничного действия, наличие в праздниках глубинных народных традиций, убирающих в себя весь спектр обычаев, ритуалов, церемониалов, символов и атрибутов принципиального характера, отработанных современным временем развлечений и художественных актов, жанров самодеятельного искусства, состязаний, фольклора. Сущность праздника невозможно понять вне социальной деятельности. Как деятельность, ближе всего стоящая к интересам детей, выражающая зону их ближайшего развития, их мироощущения, праздник должен рассматриваться как мощное средство гуманизации, воспитания, как форма, имеющая отношение ко всем другим видам деятельности, познанию, труду, эстетике, общению. Праздник представляется в качестве состороннего развития личности. Праздник и игра – самые важные составляющие деятельности детей, практическое совершенствование которой должно базироваться на прочной научно-педагогической основе. Здесь важен новый подход, опирающийся на научную методологию, предполагающий глубину идейно-теоретического содержания, серьёзные философские обобщения, полный и точный учёт реалий, современности и научно обоснованное предвидение будущего. Многообразные виды деятельности, с которыми сталкивается ребёнок в процессе подготовки и проведения праздника, творческие, познавательные, игровые, общественные, чтобы действительно влиять на развитие ребёнка, на динамику его способностей, должны обладать определёнными характеристиками. Эффективность праздника обусловлена взаимосвязью его функций – мировоззренческой, коммуникативной, рекреационной, творческой, геодонической и другими. Таким образом, педагогически целесообразно организованный детский праздник целостно влияет на нравственное развитие ребёнка. И действительно, диапазон задач детских праздников довольно широк. Он учитывает всё многообразие учебно-воспитательной работы, деятельности учреждения, детских клубов, парков, что создаёт определённую педагогическую основу детских праздников. Детская творческая деятельность – это деятельность человека, в ходе которой он создаёт нечто новое. Неважно, будет ли это какой-нибудь вещью внешнего мира или построением ума или чувства, в педагогике творческая деятельность определяется как объективный фактор развития личности. Профессиональное назначение педагога состоит в том, чтобы организовать процесс формирования личности, организовать жизнь ребёнка как постоянное восхождение культуры, взаимодействие с миром на уровне современных достижений культуры. Основой любого праздника является музыкальная деятельность. В массовом проявлении она состоит из песенных танцев. В процессе постановки танца проводится большая работа по развитию слухового восприятия, крупной моторики, координации и мышечной памяти. Большую роль в процессе подготовки праздника играет изобразительная деятельность, в процессе которой развивается зрительная память, мелкая моторика, внимание и аккуратность. Дети готовят к празднику, делают подарки родителям, участвуют в процессе оформления зала, используя для этого аппликацию, оригами, рисование. Очень важно, чтобы ребёнок понимал, что своим трудом он участвует в общем деле. В массовой практике присущи большое разнообразие форм проведения детских праздников, количество которых растёт. Из них наиболее распространены фестивали, театрализованные представления, тематические дни и недели, праздничные обряды, ритуалы, спектакли, презентации, баллы, карнавалы, шествия, смотры, конкурсы, олимпиады, юбилеи, КВН, утренники, линейки, вечера, концерты. Все они, как правило, составляют неотъемлемую часть культурно-досуговой деятельности в работе с детьми. Важная роль в реализации культурно-досуговой деятельности принадлежит учреждениям дополнительного образования. Можно выделить следующие виды праздников, в которых возможно участие детей. Календарно-обрядовые праздники, профессионально-трудовые праздники, гражданско-личностные праздники или семейные, спортивные праздники, праздники для детей, мемориальные праздники, связанные с жизнью и творчеством великих русских поэтов и писателей, художников и композиторов, юбилейные праздники, связанные с Днём города, области и республики. Праздники для детей также условно можно разделить на тематические и календарные. Календарными будут являться 8 марта или Новый год, а тематическими «Праздник осени» или «До свидания, детский сад», «День знаний». Значимая идея праздника – это, с одной стороны, сумма событий, факторов, имён, мифов, интерпретируемых историй. С другой стороны, это культура людей, нравы, обычаи, традиции, общенационального и локального характера. Конечно, праздники, как вечные модели досуга, способствовали и способствуют переживанию идеальных устремлений, которые на данный момент становятся некой реальностью и, значит, помогают ощущать полноту жизни, гармонию с окружающим, социальным и природным миром. «Праздник» – это категория педагогики, своеобразная форма творческого самовыражения и духовного обогащения ребёнка. Цель его – в познании юными гражданами окружающего мира, развитии их морального сознания и нравственных чувств, эстетических, воззрений, навыков организатора, умении достигать человеческую науку, общения. Детские праздники – это комплексная синтетическая деятельность, которая является активной деятельностью в сфере культурного исполнения свободного времени детей, иначе говоря, в сфере досуга. Детские праздники – это не пустое времяпровождение для детей. Это составная часть их образовательно-культурно-просветительной досуговой программы. В процессе подготовки и проведения праздника используются разнообразные виды деятельности. Это музыкальная, речевая, изобразительная деятельность и общение. Использование разнообразной деятельности не только определяет содержание праздника, но и решает ряд специфических задач. Это развивает слуховое восприятие, произношение, голос, расширяет активные слова ребёнка, развивает крупную и мелкую моторику, расширяет представление детей об окружающем мире, способствует формированию навыков общения. Праздники и развлечения – это яркие и радостные события в жизни дошкольного возраста. Подготовка и проведение праздников и развлечений служат нравственному воспитанию детей. Они объединяются общими переживаниями. У них воспитываются основы коллективизма. Произведения фольклора, песни и стихи о родине, о родной природе, труде формируют патриотические чувства. Участие в праздниках и развлечениях формирует у дошкольников дисциплинированность, культуру поведения. Разучивая песни, стихи и танцы, дети узнают много нового о своей стране, о природе, о людях разных национальностей. Это расширяет их кругозор, развивает память, речь, воображение, способствует умственному развитию. Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо подобранный репертуар, красочность выступления детей – все это важные факторы эстетического воспитания. Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм, улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада. Если воспитатель хорошо знает детей, их интересы, индивидуальные особенности, он умеет каждый день пребывание детей в детском саду сделать для них радостным и содержательным. В основе каждого праздника, развлечения лежит определенная идея, которая должна быть донесена до каждого ребенка. Для детей дошкольного возраста характерна потребность в неоднократном повторении хорошо знакомых песен, хороводов, танцев. Поэтому в программу праздника надо включить значительную часть такого материала, внеся в него некоторые изменения. По своей идейной направленности, по построению различаются праздники трех видов. Это общественно-политические, бытовые, сезонные. Детские выступления должны перемеживаться с играми-аттракционами, которые вносят оживление, веселье и не требуют предварительной подготовки. Бытовые и сезонные праздники отличаются от государственных своей тематикой, связанной с бытом, жизнью детей, художественным оформлением и построением, в котором больше непосредственности, меньше торжественности. Особое место среди них занимает праздник Нового года, одного из самых любимых детьми. Это сказочный, полный волшебных превращений праздник, сулящий дошкольникам немало волнующих неожиданностей. Центр новогоднего празднества – это сверкающая огоньками и игрушками елка. Красота ели обычно настолько захватывает детей, что праздник может начинаться только с нее. Под веселую музыку дошкольники вместе с воспитателем входят в зал и рассматривают елку, ее праздничный наряд. Сезонных праздников темами является жизнь и деятельность детей. Например, во время летнего праздника они показывают, как окреплена дача, как стали ловкими, сколько выучили новых песен и стихов. Праздник проходит обычно на участке или на лесной полянке. Украшения в большинстве своем создаются руками воспитателей и детей. Летние праздники обычно проводятся в форме концерта. Оно заканчивается инсценировкой и здравицами во славу нашей Родины. Цель такого праздника – показать счастливую жизнь детей, достигнутые ими успехи в жизни. Ответственность за подготовку и проведение праздника лежит на всем коллективе дошкольного учреждения. Программа праздника составляется музыкальным руководителем совместно с воспитателями. Здесь же определяется ответственность за каждый участок работы – оформление зала, подготовку костюмов, поделку атрибутов. Выбирается ведущий праздника. К этому следует относиться очень серьезно и ответственно, так как от ведущего во многом зависит успех праздника. Ведущим должен быть педагог, обладающий высокой культурой, находчивый, веселый, знающий детей и их особенности, умеющий свободно держаться и непреднужденно. Праздник является не только средством воспитания детей, но и формой педагогической пропаганды среди родителей. В детском саду сложился интересный опыт работы по приведению вечеров развлечений. Они организуются не реже одного раза в 10 дней в каждой группе во второй половине дня. По характеру участия в них детей и взрослых эти вечера делятся на три вида. Вечера развлечений, созданных, подготовленных силами взрослых для детей. Вечера, подготовленных силами детей и смешанных вечера развлечений. Многообразие вариантов вечеров развлечений, создаваемых творчеством своих воспитателей, наполняет каждое из них неповторимым своеобразием. Праздники народные и фольклорные, к ним относятся святка, масленица, святки, масленица, государственно-гражданские праздники. Это Новый год, День Победы, День Знаний, Международный, День Матери, День Защиты Детей, Международный Женский День, бытовые и семейные, это День Рождения, выпуск в школу, праздник букваря, традиционные праздники в детском саду и группе. Праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью доставить радость детям, например, праздник мыльных пузырей. Структура праздника, она состоит из танцев, это народные, бальные, современные, пение, хоровое, сольное, дуэт, художественное слово, инсценирование стихов, сказок, постановка, пьес, шутки, репризы, сюрпризы, игры, игра на детских музыкальных инструментах, оформление зала, привлечение родителей. Детский праздник – это одна из наиболее эффективных и значимых форм педагогического воздействия на подрастающее поколение. Эффективному проведению праздника соответствует объединение всех его составных частей вокруг главной цели. Каждый праздник имеет свои обычаи и традиции, свой сценарий. Сценарий детского праздника – это подробная, литературно-текстовая разработка содержания и хода театрализованного действия. В нем последовательно излагается все, что будет происходить. Сценарий утренника составляется музыкальным руководителем, совместно с воспитателями и утверждается заведующим детским садом. В сценарии раскрывается тема, показываются авторские переходы от одной части действия к другой. Работа над сценарием включает в себя несколько этапов. Это определение идейно-тематического замысла, развитие событий, выявление характера в действии. Второй этап – это построение композиции, реализация сюжета и конфликта. Композиция – это организация действий. Экспозиция – это короткий рассказ о событиях, предшествующих возникновению конфликта. Завязка – в нее перерастает экспозиция. Завязка должна быть предельно четкой и лаконичной, концентрировать внимание детей. Развитие действия, кульминацию, развязку и финал. Требования к сценарию – это должно быть строгая логичность, построение и развитие темы, законченность каждого эпизода, органическая связь эпизодов, нарастание действия и его движения к кульминации. Поскольку детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на детей, то, организуя его, нужно тщательно работать над средствами эмоционального воздействия. Так музыка непосредственно воздействует на чувства детей, и она побуждает их к сопереживанию. Важно создать в начале общий подъем, праздничную атмосферу, в условиях которой будет происходить чередование различных видов деятельности. Песни и танец на детском празднике – это средство общения и единения всех собравшихся. Игра на детском празднике выступает, с одной стороны, как прием активизации ребенка, с другой стороны, как важная форма освоения народного творчества. Слово, как средство информации, несет на праздники дополнительную информацию, звучащую в стихах, пословицах, загадках, поговорках. При выборе стихов надо помнить, что длинные трудные стихотворения не украшают праздник, а чаще затягивают и вносят скуку. При оформлении помещения к празднику мы следуем к основным правилам. Дизайн должен отвечать содержанию праздника, быть художественным и понятным для детей, развивать художественно-эстетический вкус, создавать радостное настроение, вызывать чувство интереса к предстоящим событиям. Наряду с праздниками немаловажное значение для создания положительного микроклимата имеет развлечение. По степени активности участия детей развлечения делятся на три вида. Дети являются только слушателями или зрителями, дети непосредственно участники, участники взрослые и дети. При организации развлечений первого вида мы привлекаем детей к оформлению зала, к изготовлению атрибутов пригласительных билетов. К развлечениям можно классифицировать как театрализованные, познавательные, спортивные, музыкально-литературные концерты. Также к развлечениям относятся шутки, фокусы, загадки, сюрпризные моменты, аттракционы. Досуговая деятельность объединяет все виды культуры человека – эстетическую, нравственную, познавательную и игровую, эстетическую. Дети учатся правильному отношению к друг другу, к старшему поколению. У них развивается чувство к прекрасному, умение ценить материальные и духовные ценности, а также умение пользоваться ими. Академа. 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 Продолжение следует...